Вот такой букет преподнёс мне мой любимый муж на День Святого Валентина. Мы не особо празднуем этот праздник, ну, чисто как проявить внимание. Конечно же, мне было очень приятно получить такой красивый букет. И вот такие конфеты вишни в шоколаде Моншери. Я думаю, вам всем известны такие конфеты. Вот. И, в принципе, всё. Ну, если не считая приятного времяпрепровождения, ужина. Да, вот и, конечно же, самое главное – отношения, рыбища, приятные слова, жесты. В принципе, это всё такие внешние букеты, цветы, внешние знаки внимания. Самое главное заключается, конечно, в повседневной жизни. Как человек к вам относится, как он вас любит. Эти проявления этих чувств в повседневной жизни ежеминутно. Это же, конечно, более важно. Ну, в какой-то степени мы все немножечко меркантильные. И, конечно, нам нравится, когда существуют какие-то более такие вещи, которые можно, так сказать, потрогать, понюхать, да, попробовать. Ну, всё это, конечно же, очень приятно. Если кто-то говорит, что не любит получать подарки, я не могу так сказать. Конечно же, тоже люблю получать подарки. Но, несмотря уже на свой возраст, да, вот и многолетний опыт, так сказать, получения подарков, всё-таки вот когда тебя поздравляют и тебе оказывают знаки внимания, это очень приятно. Но я до сих пор как-то смущаюсь, как-то, я не знаю, как-то мне вот волнительно, стеснительно, да, вот как-то. Я гораздо проще могу одаривать других. И, кстати, очень люблю это делать. Очень люблю преподносить подарки. К подаркам подхожу очень индивидуально. Даже к открыткам. Мне, например, очень приятно и самой тоже получать открытки. И когда там не только напечатано уже поздравление или пожелание, а когда человек собственноручно напишет именно не стандартную фразу, а то, что ему хотелось бы именно адресовать вам. Я думаю, мало людей найдётся, кому будет это неприятно прочесть и услышать. Например, когда мне сын дарит открытку, я всегда его прошу прочесть самому мне. Услышать его голос, его интонацию, ну, так же вот как и у мужа, и дочери. Всегда это приятнее. Как человек сам это преподносит, и как он это интерпретирует. Ну, а мои подарки моему мужу тоже. Мой муж любит сладости иногда. Вот я преподнесла ему вот такие конфеты. Они уже открыты. И вот уже тут всего-то нет. Мой муж сладкоежка можно назвать. Ну, ест им сладко умеренно. Я же к сладостям как-то практически равнодушна. Ну, иногда хочется чего-нибудь. Ну, вот ещё такие небольшие. Маленькие подарочки. Эти, в частности, получила моя дочь. Такая вот красивая баночка с конфетками. Каждая конфетка с сердечком. Ну, вот такие милые, милые вещи. И другая вот такая. Вот такой маленький бокальчик. Тоже с милыми желейными сердечками, конфетками. Это всё очень мило. Сладко. Что, в принципе, сопутствует такому празднику, как День Святого Валентина. Надеюсь, что у вас прошёл этот день тоже замечательно, тепло, уютно. С вашими любимыми, родными, близкими и дорогими вам людьми. Желаю вам всем любви, взаимной, конечно же. Это очень важно. Взаимопонимание, любви, тепла, радости в вашем доме. Всего вам самого-самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok